Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики. То, что мы сейчас наблюдаем на политической арене, можно назвать только одним словом беспредел. Путин решил избавиться от всех, кто не поддержал его во время голосовалки за вечное правление. Первой системной партией стала КПРФ. Ну, не может он простить коммунистам их призыв голосовать против. В пяти регионах Российской Федерации кандидатов от КПРФ по разным причинам не допустили к выборам губернаторов. Коммунисты не смогут побороться за губернаторские кресла до Камчатки, в Коме, в Севастополе, в Архангельской области, Еврейской автономной области и Ленинградской областях. Все это сделано с использованием муниципального фильтра. А я считаю, что этот фильтр был специально создан для того, чтобы ядросы и Путин с легкостью могли проталкивать своих протеже. В Коме в регистрации отказали депутату регионального парламента, первому секретарю Республиканского комитета КПРФ Олегу Михайлову. Тот не смог пройти муниципальный фильтр. При этом зарегистрировали так называемого спойлера кандидата от партии КПСС. Но я думаю, вы понимаете, что партии КПСС фактически не существует. Создаются такие партии исключительно для проталкивания ядросов под другим окрасом. Такой своеобразный обманный ход. Как рассказали изданию ведомости источники, близкие к Кремлю, администрация президента таким образом решила подстраховаться на выборах, так как в части этих регионов есть достаточно сильные протестные настроения. И они опасаются, что это может вылиться в поддержку коммунистов. Сейчас институт выборов, как последний легальный способ ротации людей во власти, претерпевает серьезнейший кризис из-за того, что правящая верхушка отчаянно пытается сохранить рычаги управления и не допустить во власть кого бы то ни было, кроме собственных представителей и лояльных к ней людей. И в данной ситуации, на мой взгляд, КПРФ нужно быть более активными, иначе система ее просто выкинет. Все мы по-разному относимся к Компартии, но я говорил и говорю, что КПРФ это не Зюганов. На местах коммунисты активно работают, борются с ядросами, насколько им хватает сил. А если их выбросят, то о борьбе вообще можно забыть даже и в регионах. Давайте послушаем Сергея Удальцова, координатора левого фронта, который вышел на свободу после 10-дневного ареста. Он выскажется как раз по этому поводу и по остальным моментам. Мы снова вместе с вами, да, снова в эфире. Рад вас приветствовать. После 10-ти суток ареста я снова на свободе, поэтому давайте сегодня пообщаемся. Сделайте скидку, да, 10 дней я был на голодовке, поэтому немножко сегодня, ну, так сказать, тяжеловато. Тяжеловато даже и говорить долго, но поэтому со скидкой на это, может быть, меньше будет эмоций, но постараюсь все донести то, что хотел вам сказать. Отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Власть сейчас делает все, чтобы подавить, подавить активность, запугать. Я могу сказать, что наша сентябрьская мобилизация, она просто жизненно необходима. Июль-август мы получили убийство выборов и узурпацию власти через поправки в Конституцию. Это, по сути дела, почва заготовлена для того, чтобы эта вся банда тут куражилась еще не один год. Если позволит, конечно, им общемировая экономическая ситуация, не один год путем обмана, уничтожения выборов, подбрасывания вот этих жалких подачек бесконечно по 10 тысяч, там не знаю сколько, в следующий раз кинут. И репрессирование самых активных, точечного такого, для запугивания остальных. И КПРФ, так сказать, мне кажется, немножко задремало. Я понимаю, сейчас много выборов в регионах, но здесь-то тоже надо шевелиться. Есть целый корпус депутатов Госдумы, но задействуйте их, митинги не дают, понятно. Ну, делайте встреч, ну, риск в клетке меньше, чем мы куда-то идем, вот нас мордует. Ну, пойдет депутат Госдумы, ну, если его начнут уже таскать по автозакам, ну, извините, это уже будет дискредитация власти, им тоже это не выгодно. Ну, задействуйте какие-то резервы, потому что некая спячка присутствует, там Хабаровск бурлит, на выборах снимают тех же кандидатов от КПРФ вот сейчас. Потому что сентябрь, я же еще давно говорил, это должен быть у нас бой, решительный бой, ответ на все эти вот убийства выборов, узурпацию власти, на весь этот социальный беспредел и по коронавирусу и всему. Пока еще есть хоть какие-то возможности дать бой единороссам во всех регионах, где будут выборы губернаторов, ЗАГС, собраний, мэров и так далее. Это вообще не обсуждается. Просыпайтесь, друзья, просыпайтесь, отдых там, курорты, дачи, огороды, я понимаю, все, лето, тепло. Ну, просыпайтесь, 13 сентября, остался месяц, меньше. Идите в наблюдатель, идите в агитатор, три дня тем более наблюдать, готовимся, готовимся, понимаете, это еще хоть какой-то шанс. Будут электронные выборы тотальные, все, забудьте, можно будет мимо этих выборов проходить, если не будет контроля. Прокатить Единую Россию, где возможно, где возможно, ни одного голоса. Голосуем за коммунистов левые силы, это понятно. Где их нет по каким-то причинам кандидатов, за самую сильную оппозицию, сами думайте своей головой. Не то, что вам кто-то где-то скажет. Почитайте все мнения, примите решение. И наблюдать, наблюдать, и сопровожать протесты. Я поэтому говорю, тоже КПРФ, смотрите, что творится. В пяти регионах уже, когда это было? Да, один, два бывало. Где это видно? В пяти регионах на данный момент не допустили кандидатов. Вот КПРФ. Не от каких-то там радикальных, несистемных структур, а от парламентской партии. КПРФ. Пять регионов не допустили кандидатов в губернатор. Это какой беспредел уже? Да, они боятся, да. Если будет выбор Единой России и оппозиции, большинство будет за наших кандидатов голосовать. От левых сил, от КПРФ. Ну как же можно допускать, чтобы в наглую, да, эти фильтры все наставили. Ну это же ясно, что это беззаконие. Допускать. В коме Олег Михайлов, ну он бы победил, я не сомневаюсь, если бы он в эту избирательную кампанию попал. Не допускают. Но это что? Не пора ли уже поднять голос? Не пора ли уже собирать народ депутатам нашим Госдумы? Мы бы поддержали где угодно. Проведите встречу, да, не надо там нарушать закон, имейте право. Ну надо как-то, мне кажется, активизироваться пожестче. Иначе скоро она с ноги будет вытирать. Поэтому власть боится, это ясно. Зачищает поляну, надеется, такие бесконфликтные выборы провести. Но наш святой долг, вот считайте, вот все, кто сейчас все смотрит, возмущается, ставит лайки, давайте вот действительно поработаем не на жизнь, а на смерть. Разоблачайте спойлеров, никакой поддержки спойлеров. Только так. И может быть результат, многие эксперты говорят, что вот это как в 18-м году. В народе злость накопилась, раздражение, и коронавирус, и денег толком не дали, работу теряют, ситуация тревожная. Тут еще эта Конституция, нас изнасиловали, так сказать, Путину сроки продлили. Тут Хабаровск бурлит, да, тоже, так сказать, люди хоть пока и в основном сидят дома, но морально-то поддерживают Хабаровск. Выборы убивают, уничтожают институт выборов. Может олупнуться, давайте это сделаем, давайте это сделаем 13-го сентября. И в преддверии всем наблюдателям, семью три дня наблюдать придется. Записывайтесь с семьями. А КПРФ нашим товарищам, я считаю, надо быть сейчас максимально активнее. Договоренности, договоренности, ну так извините, завтра вообще вас повыкидывают отовсюду. И новых найдут на ваше место. Они уже наделали этих партий, так сказать, новых, кремлевских. Новые люди там сделают, деньги колоссальные тратятся. Сидишь, вот даже в этом изоляторе сидел, сейчас спецприемник, какие-то газеты там абсолютно такие провластные. Вот там это новые люди уже, там в каждом номере какие-то вот статьи на две полосы. Ну реклама за бабки, что за новые люди, хер его знает. Ну их продвигают, то же самое там. И за правду партии, и такая, и сякая, значит, да, все вот этих. Ну по факту спойлеров, там может хорошие люди и попадаются, но по факту спойлеров начинают нам навязывать. Так что КПРФ-то нельзя расслабляться. А то сегодня тут пять не зарегистрируют, в следующий раз десять, а потом вообще скажут до свидания, у нас уже на ваше место есть желающие. Если так все перед ними расшаркиваться. Поэтому я считаю, что надо сейчас в руководстве КПРФ сделать жесткие заявления, сделать народные собрания с использованием депутатов Госдумы, потребуют восстановить регистрацию без предела этот заказчик. Потому что, извините, так далеко могут зайти. Мы поддержим, везде поддержим, и в регионах их тоже, так сказать, шевелите. Так что я думаю, наша святая задача на этих выборах повоевать и на улицах подкреплять. Поэтому мы и сами будем проводить новые акции. Да, я буду стараться беречься, но в конце концов волков боятся в лес не ходить. Постоянно даем заявки на эти акции. Хватит этих запретов, пора снимать. Сто раз уже говорили. Это искусство, доведете до взрыва. И, конечно, конечно, мы должны сейчас поддерживать всех наших кандидатов, где только можно. В общем, 13 сентября, действительно, если хотим, хотим, так сказать, сохранить наши позиции и укрепиться, полная мобилизация, поддержка наших кандидатов и протесты в те формы, которые возможны. И сюда же, конечно, идет и поддержка Хабаровска. Я и сидел, по сути, 10 суток, в первую очередь, за поддержку Хабаровска. Не то, что я этим хвастаюсь, но это по факту так. Я по-прежнему восхищаюсь хабаровчанами, то, что они уже месяц в тех или иных формах, объемах ходят, выступают. Они власти вынуждают. Они молодцы. Я считаю, что, конечно, там нужно все-таки больше политизации, формировать вот этот протестный комитет или совет более четко очерченный и формулировать требования, которые будут поддержаны всей России. Не только про Фургала и даже не только про Путина, а про социальную повестку. Про пенсии, зарплаты, подоходные налоги, национализацию и так далее. Вот эта задача максимума, это работа для наших товарищей, коммунистов в Левом фронте, в Хабаровске, в Хабаровском крае и других союзников. Но я все равно ими восхищаюсь, потому что это ярчайший пример того, как нужно отстаивать свои права, как нужно защищать свои права. Ну что же, продолжим следить за важными событиями. Оставайтесь с нами.